И начнем выпуск новостей последних часов с теракта в Керчи. По последним данным, в одном из колледжей застрелено 17 человек. Это произошло на перемене после второй пары. Затем в столовой произошел взрыв, сработала самодельная бомба. Сейчас в Керчи работает наша коллега, журналист местного телеканала Ксения Климина. И вот что она рассказала нам по телефону. Как рассказывают очевидцы события, студенты, после второй пары, это было примерно в 11.20, прозвенел звонок, все отправились в столовую. И один из взрывов как-то таки произошел в столовой. Был мощный хлопок, были выбиты стекла, люди начали, студенты начали выбегать из здания. По нашим данным из собственных источников, известно, что это была спланированная акция. Какой-то молодой человек зашел во время перемены в колледж. У него было при себе самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие. Он заходил в кабинеты, стрелял по студентам, а позже взорвал это самодельное взрывное устройство. Как рассказывают студенты, с которыми нам удалось пообщаться, этот парень, молодой человек, был студентом этого колледжа. Он учился на четвертом курсе. Позже молодой человек застрелился в библиотеке. На данный момент там продолжают работать различные службы, полиция. Сюда приехала глава региона, Аксенов. Скорая помощь работает в больнице, в местную клиническую больницу номер один, как рассказывают очевидцы. Один за одним поступают пострадавшие, все в крови, есть погибшие, около сотни пострадавших. Президент России Владимир Путин поручил при необходимости на самолетах эвакуировать раненых в ведущие больницы страны. Сначала Следственный комитет признал взрыв в колледже терактом, а позже переквалифицировал в массовое убийство и назвал имя подозреваемого. Это 18-летний Владислав Росляков, учившийся на четвертом курсе. О его мотивах пока ничего не известно. По последней информации, в колледже не было охраны и только женщина-вахтер. Она нажала тревожную кнопку, когда услышала выстрелы. Сейчас в Керчи не работают детские сады и школы. Днем родителям поступил звонок, чтобы они забрали своих детей домой. И вот срочная информация. Губернатор Борис Дубровский потребовал усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона после взрыва в колледже в Керчи. Напомню, что в этом году на антитеррористическую безопасность школ, детских садов, вузов в регионе направили почти 200 миллионов рублей. Средства потратили на монтаж, видеонаблюдение и кнопок экстренного вызова ограждения территории.